Привет, друзья! Это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, и сегодня к нам на обзор попало сразу две электроакустические гитары от компании Baton Rouge. Первая из них модель AR61S ACS с еловой декой, и вторая это модель AR61C ACS с кедровой декой. Давайте, наконец, узнаем, что же все-таки круче кедр или ель. Готовы? Поехали! Итак, давайте прежде всего разберемся, для кого подходят данные инструменты. И сама компания Baton Rouge позиционирует эти гитары как гитары для фингерстайла. Не случайно эти инструменты так популярны среди любителей данного направления. Но основной вопрос, который беспокоит гитаристов, так ли хорошо снимают звукосниматели гитар, а характерны для фингерстайла перкуссию и постучивания разнообразные по корпусу. Именно сегодня мы об этом подробнее поговорим. Но для начала давайте поговорим о форме инструмента. Итак, форма данного инструмента Auditorium. На сайте Baton Rouge написано, что эта форма Profit for Fingerstyle идеально подходит для фингерстайла. И это действительно правда, она не так габаритна, как традиционный дредноут. И в то же время не слишком мала, как, допустим, форма OM или Folk. И это позволяет инструменту очень хорошо резонировать и отзываться на такие элементы перкуссии, как, допустим, бас-бочка. Ну и к тому же она имеет современный дизайн и выглядит действительно стильно. Вот здесь есть вырез, который облегчает доступ к высоким позициям, если вы играете за 12 ладом. Ну и в целом, за счет того, что форма компактная, играть на ней очень удобно. Итак, давайте расскажу про материалы, из которых изготовлены данные инструменты. Сейчас в руках у меня гитара AR61S. Буклочка S означает, что верхняя дека изготовлена из ели, спрус. Точно такая же гитара изготавливается с верхней декой из кедра. Единственное, что в названии там было бы булочка C. Собственно, люди делятся на два типа. Первые предпочитают гитары с еловой декой, другие предпочитают гитары с кедровой декой. Традиционно принято утверждать, что кедр обладает более глубоким и таким тембристым звучанием с ярко выраженными средними частотами. Ёлк же звучит очень звонко, ярко и преобладают здесь верхние частоты. Так ли это мы проверим немножко позже, когда начнем сравнивать наши гитарные звучания. Но сейчас расскажу про остальные части инструментов. Обечайка из заднего дека, а также гриф, выполненный из махагони, сорта красного дерева. Накладка на гриф выполнена из саванкола. Верхние и нижние порожки инструмента выполнены из материала ньюбон, который схож по своим свойствам с натуральной костью. Этот материал улучшает резонанс гитары и обеспечивает качественную передачу вибраций на сам пьезоэлемент, который установлен под бриджи. Также корпус инструмента имеет специальное покрытие open-pore, которое оставляет поры инструмента открытыми, что также благотворно сказывается на звучании. Ну и еще один приятный бонус от компании Baton Rouge. Это установленный изначально струный эликсир. Вот люблю я Baton Rouge за то, что всегда есть ощущение, что о тебе заранее подумали и поставили топовые струны на новенький инструмент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА